Девушки отдыхают Как известно, в руководящих кругах сейчас обсуждается закон о запрещении так называемой пиратской компьютерной продукции Ну и что? А то, что согласно проекту закона, пиратов будут наказывать за кражу интеллектуальной собственности Кражу! Понимаете? Э, подождите! А я-то тут при чем? Я не виноват! Ну ладно, ладно, ладно Не виноваты? Разберутся А что вы так разволновались? Да нет, ничего, уже гораздо лучше Я как раз хотел рассказать о новой лицензионной программе, которая называется «Ралли. Международный чемпионат» Это такой автосимулятор Игра «Ралли. Международный чемпионат» является продолжением игры «Ралли. Чемпионат» А по сути, это та же игра, только в международном масштабе Организовать ралли за рубежом гораздо сложнее, чем у нас Ведь им для этого приходится искусственно ухудшать качество своих дорог А нам нужно всего лишь выбрать из готовых трасс те, что поприличнее Игру «Ралли» можно назвать очень демократичным симулятором И не только потому, что она работает на 486-м компьютере Дело в том, что ездить вам предстоит не на каких-нибудь специальных сверхдорогих машинах И даже не на джипах А на обыкновенных автомобилях Таких, как «Пальцваген Гольф» и «Шкода Феллиция» Игра хорошо передает ощущение скорости Иногда возникает впечатление, что ты действительно несешься по дороге Со всей стремительностью, на которую способен полуторалитровый движок В прохождении трассы шоферу помогает штурман Который вовремя предупреждает о поворотах и степени их сложности Кроме того, штурман адекватно реагирует на ошибки водителя Если вы сталкиваетесь с другой машиной, он вполне может вас обругать Иногда даже очень грубо Это придает гонкам особую прелесть Местность, по которой вы будете проезжать, довольно разнообразна Настолько немного огорчило пассивное поведение публики Фактически люди, стоящие вдоль дороги, совершенно неподвижны Можно только предположить, что они остолбенели от ужаса Разглядев, кто именно сидит за рулем приближающегося автомобиля Гонки проходят по территории нескольких суверенных государств Таких как Бразилия, Финляндия, Китай и Великобритания Здесь шофера могут поджидать некоторые трудности В частности, в Англии принято левостороннее движение То есть вам нужно будет ехать фактически по встречной полосе Постарайтесь только, чтобы это не вошло в привычку Многие ученые-психологи писали о том, что человеку свойственно подражать кому-нибудь На кого он хотел бы быть похожим Это называется самореализация в социуме посредством отождествления своего эго Понимаете? Что вы имеете в виду? Ну, например, вы хотите, чтобы вас боялись Вы стрижетесь наголо Начинаете смотреть из-под лоби И люди начинают принимать вас за бандита То есть отождествлять вас с ним Понимаете? Да Ну что ж, тогда следующая игра предназначена для людей Которым хотелось бы отождествлять себя с генералом Полностью эта игра называется Close Combat Bridge to Far То есть в переводе «Мост слишком далек» Сейчас мы попытаемся кратко объяснить вам это название 17 сентября 1944 года Три дивизии парашютистов, армии союзников Десантировались на оккупированной фашистами голландской территории В это же время моторизованные части тех же союзников Начали наступление на город Эйнтховен Перед ними стояла задача Прорвать немецкую оборону Соединиться с десантниками Дойти до Берлина И завершить Вторую мировую войну Так вот Если вы не успеете на подмогу десантникам То все они, образно выражаясь Отправятся к тем далеким мостам И вечным переправам То есть будут уничтожены Именно на это и намекают авторы игры Как вы уже поняли Эта игра относится к военным реал-тайм-стратегиям Вам предстоит руководить войсковыми соединениями От взвода до полуроты Выиграв все мелкие сражения Вы автоматически добиваетесь крупной победы Напомним вам Что союзниками авторы игры Традиционно называют те американские и английские части Благодаря которым, по мнению авторов И была выиграна война Согласитесь, подобное игнорирование советских войск Тоже принимавших кое-какое участие в войне Начинает надоедать Солдаты вам достались так себе Им свойственно время от времени паниковать Игнорировать ваши приказы И двигаться в направлении Противоположном указанному вами Но что с них взять, союзники? Они же не знают, что такое заградотряды С другой стороны, эти опции можно отключить И тогда в вашем распоряжении окажется боеспособная и храбрая команда Одним словом, игра сделана очень качественно Но мы-то с вами знаем Что как ни старайся, союзники под городом Эндховен А флаг над Рейхстагом поднимут Егоров и Контария Последняя игра сегодняшней программы Относится к жанру ролевых игр Это означает, что вам придется играть Сразу за нескольких персонажей Она является продолжением Известной Realms of Arcania И называется Shadows of Arriva Добро пожаловать в мир, где живут Орки, гоблины и прочая нечисть И после того, как был возвращен камень Саламандры И между эльфами и гномами воцарился мир Наши герои прибыли в один прибрежный город А ведь еще не окончена война с орками И наши герои... Позвольте, а о чем это вы рассказываете? А, ну да Дело в том, что все описанные события Происходили в двух первых сериях Аркании Так что человеку в них не игравшему Мы рекомендуем вообще не садиться за третью серию К сожалению, он ничего не поймет Как мы уже сказали Эта игра относится к жанру РПГ В вашем распоряжении находится кучка Или группа героев Действиями которых вам надлежит управлять Но если вы не играли в предыдущие Аркании То нет смысла представлять вам Всех этих совершенно незнакомых людей Орков, ведьм, гномов, эльфов, колдунов В общем, персонажей Отметим, что создатели игры Стремились максимально приблизить Жизнь виртуальных существ к действительности В игре вам нужно будет есть, пить, отдыхать Развлекаться, лечиться, спать Короче, делать все, что вы и так, наверное, делаете в жизни Предусмотренные даже развлечения Сомнительные с точки зрения морали Ну, если вы не сталкивались с ними в жизни То нет смысла об этом рассказывать А о чем тогда, по-вашему, вообще есть смысл рассказывать? Не знаю Ага, не знаю Если кто-то начнет играть в Shadows of Arrive с нуля То ему придется заучить наизусть имена и виды персонажей 20-30 заклинаний, два десятка названий лекарственных трав Десяток названий различных ядов Познакомиться с сотней действующих лиц Научиться ориентироваться в темноте по компасу И, пожалуй, все Так что мы рекомендуем эту игру только ценителям первых двух частей А также ученым, пишущим книгу «История виртуальной мифологии» Вот и все на сегодня Наш полет продолжится в следующей программе Game over До встречи Субтитры создавал DimaTorzok